На осень действительно грядут очень серьезные события, и Владимир Ильич Ленин дал характеристику данных событий. Низы не могут, верхи не могут, низы не хотят. Ситуация в стране настолько патовая, настолько аховая за 4 года, которая сложилась, что здесь надо в корне что-то менять кардинально. И прежде всего надо начинать со смещения власти. Мы видим, что Альянс 1 перерос в Альянс 2, Альянс 2 перерос в Альянс 3. Они сейчас себя называют коалицией. Мы видим, что они не самостоятельны, что у нас фактически введено внешнее правление из Брюсселя. Мы скатываемся в пропасть разделения страны. Последние дискуссии в парламенте, мы все свидетели этому, насколько жадно правящие круги сегодня в стране пытались разделить страну, установив посты полицейские по Днестру. Фактически мы понимаем, что Брюссель поставил условия нашим правителям. Мы воспримем состав Евросоюза, там какие-то поблажки дадим, может быть, смягчим какие-то визовые режимы для вас. Но граница на востоке должна быть закрыта на замок. Так как Кишинев не контролирует преднестровско-украинскую границу, поэтому они пошли самым легким путем, предательским путем, путем измены родине. Это по-другому не назвать. Они пошли по пути отказаться от Приднестровья, установить границу по Днестру, закрыть ее на замок для того, чтобы, видите ли, каким-то образом втянуть правобережную территорию Молдовы под окончательное влияние Евросоюза, Соединенных Штатов и НАТО. В этом контексте для нашего региона, для маленькой Гагаузии, такая перспектива не только для Гагаузов, для большинства населения, но в частности для нас Гагаузов, Болгар, такая перспектива абсолютно не жизнедеятельна. Именно поэтому мы в сентябре месяце сделаем все возможное и любыми способами, которые будут у нас в руках, для того, чтобы эту власть отстранить, для того, чтобы более они нас не скатывали в пропасть Брусселя. Олег Федорович, вы сказали, что смещение власти, мы понимаем смещение власти, насколько это входит в рамки правового, в поле правового государства. Какие эти методы могут быть? У нас есть очень много различных примеров в новейшей истории. Это и Майдан Украина, это и Болгария, смена правительства. В конце концов, самые демократические методы, которые используются, мы видим и во Франции, мы видим эти методы и в Берлине. То есть мы не будем ничего более делать, что делают трудящиеся в Париже, когда защищают свои права. Мы на это имеем право, больше палец сосать мы не будем. А партия коммунистов Молдовы настолько уверна в поддержке населения, что может позволить себе такие заявления? Я думаю, что если, я убежден в том, что абсолютная масса населения, эта статистика подтверждает, все опросы подтверждают, недоволен внешней властью. Это не значит, что вся эта масса населения готова к каким-то серьезным действиям. Но революцию не делают стопроцентное население страны. 5-10% боевого населения, которые и решат судьбу нашей Родины.